Сибирь и Дальний Восток Александр Хаткевич, руководитель Межвузовского научно-дискуссионного клуба 21 век МГУ имени Михаила Васильевича Луаносова. Сибирские конференции в Москве проходят с 2017 года, а конференция на тему научного туризма проводится на площадке Всероссийского фестиваля науки с 2020 года. В Российской академии наук на районе Гора, где мы сейчас находимся, конференция проходит второй раз подряд. В прошлом году некоторые из наших спикеров сегодняшних тоже ее посещали, студенты, преподаватели, научные сотрудники и другие. Но сегодняшнюю конференцию мы посвящаем специфически Алтаю, одному из самых популярных и посещаемых регионов не только Сибири, но и всей России. Алтайский край отмечает 85-летний юбилей и мы поздравляем, конечно же, этот замечательный регион, который уже очень много лет является постоянным партнером всех мероприятий, проводимых в рамках нашего постоянного проекта Сибири-Дальний Восток, территория науки, культуры и туризма. Немного о регламенте для всех. Конференция рассчитана на 1,5-2 часа, соответственно, доклады 10-15 минут. Просьба спикеров соблюдать регламент, очень большая просьба. Вопросы присутствующие могут задавать лично, а онлайн участники в чате. И программа конференции будет также размещена в чате. С приветственным словом сейчас приглашается руководитель постоянного представительства Алтайского края в Москве, кандидат психологических наук Борисенко Николай Владимирович. Николай Владимирович, просьба к нашим техническим специалистам проверить, здесь ли Николай Владимирович, и можем мы его пригласить или нет. Николай Владимирович, говорят, вы здесь. Звук от вас появился, изображение от вас появилось. Добрый день, рада вас приветствовать. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я начну, пожалуй, с банального. Меня представили как кандидат психологических наук. В большей степени с этой точки зрения я буду говорить, а не просто как руководитель туристического региона Алтайского края. Но все, что мы видим вокруг себя, вот сегодняшняя конференция, в том числе в режиме онлайн удаленного доступа, наши мобильные телефоны, телевидение, современные автомобили, самолеты, это все наука с большой буквы. Результат движения реализации научной мысли. Научное достижение, прежде чем воплотиться в продукт всего общего человеческого использования, потребление проходит ряд стадий. Выдвижение гипотезы, гипотеза ее исследования, проводимые эксперименты, апробация, внедрение. Доказанная гипотеза становится теорией, научной теорией. И дальше как основа для следующих научных поисков, для развития человеческой научной мысли, как фундамент и начинает продуцировать следующие научные достижения. И вот здесь важно остановиться на таком моменте, как связь теории и практики. Уместно вспомнить по этому поводу слова великого, на мой взгляд, философа Владимира Ильича Ленина. К сожалению, забывают сейчас, не так много уделяют в пузах его научной мысли. Вот о связи теории и практики, точнее, его никто не сказал. Теория без практики мертва, а практика, практическая жизнь без теории слепа. И так буквально по всем наукам. Физика, химия, астрономия, космос. Особо можно и нужно остановиться на такой области знаний, как социальная инженерия, социальная психология, просто психофизиология. Вот посмотрите, что сделали с некогда нашим бывшим братским народом Украиной. Это сегодняшняя злоба дня, и мы, к сожалению, никак не можем обойти эту сторону нашей сегодняшней жизни. Многих и многих жителей Украины превратили просто в зомби, заразили русофобией. И нам всем, прежде всего вам, молодому поколению, ну и действующим социальным психологам, мне в том числе придется, в свою очередь, раззомбировать, потрудиться, упорно потрудиться на этой ниве, чтобы опять мы вернулись в русло. Так, ну, мы в любом случае поблагодарим Николая Владимировича за некоторое вступление, которое было сделано. Но сейчас приветственные слова не заканчиваются на этом. И я с удовольствием зачитаю приветственное слово от научного руководителя Сибирского федерального университета, доктора биологических наук, академика Российской академии наук Ваганова Евгения Александровича. Что нам передает Евгений Александрович? Уважаемые участники третьей конференции «Сибирь и Дальний Восток. Территория научного туризма». Научный туризм с каждым годом привлекает все больше участников возможностью развивать свой познавательный интерес в разных направлениях науки. В научном туризме важно найти и познать что-то новое, ранее непонятное, а потом поделиться с другими этими знаниями. Сибирь – это кладезь для туризма, в том числе научного. В любом сибирском регионе и, конечно же, на Алтае турист откроет для себя много полезного, удивительного и ранее неизведанного. Желаю всем успехов и новых открытий. Академик Евгений Ваганов. И последнее из приветственных слов от председателя правления Межрегиональной общественной организации «Алтайское землячество» в Москве Бабинова Геннадия Федоровича, который, к сожалению, не смог сегодня присутствовать и поприветствовать лично. Уважаемые участники конференции, «Алтайское землячество» в Москве на протяжении вот уже пяти лет активно принимает участие практически во всех мероприятиях в рамках международного проекта «Сибирь и Дальний Восток. Территория науки, культуры и туризма». Сегодняшняя конференция посвящена 85-летию Алтайского края. Хочется подчеркнуть уникальность и многогранность нашей малой родины с точки зрения уникальности и многогранности ее туристического потенциала. И хочется всем сказать, приезжайте к нам, у нас все настоящее, как природа, так и люди. Успешного вам проведения конференции и новых знаний. С уважением, Геннадий Бабинов. Что ж, уважаемые коллеги, действительно, тема научного туризма с каждым годом становится все более актуальной, потому что исследования множатся, а все-таки, чтобы исследовать какую-то область и погрузиться в нее, зачастую надо приехать куда-то, выехать за пределы, например, своей научной институции, своего университета, своего академического института, какого-то исследовательского центра, переместиться и посмотреть все своими глазами. Научный туризм является особым видом туризма, который направлен на участие в научно-исследовательских программах, но это в качестве такой общей рамки. На самом деле можно выделить несколько видов туризма, например, учебно-практические, которые организуются для студентов вузов и проводятся в виде выездных практик. В прошлом году у нас на аналогичном мероприятии было много студентов-историков. Для них их вид научного туризма очевиден. Это археологический туризм, когда они выезжают на раскопки и проводят там достаточно много времени продуктивно для того, чтобы какие-то находки сделать и для того, чтобы отработать свои практически археологические навыки. Это профессиональный научный туризм. То есть то же самое, но уже не на студенческом уровне, а на уровне профессиональных, дипломированных, квалифицированных археологов, например, которые рассматривают памятники культурного и исторического наследия, а также, например, экологи, которые выезжают, рассматривают растительный мир, рассматривают какую-то среду, определенную местность, природную зону и так далее. И, наконец, это посещение ведущих научных центров и мировых вузов. То есть, вот обращаюсь к аудитории, небольшой интерактив. Кто регулярно или хотя бы эпизодически выезжает на какие-то конференции, круглые столы и научные форумы куда-то за пределы Москвы? Ребят, ну кто был хотя бы на какой-то одной выездной конференции, например, в Санкт-Петербурге или где-то еще? Товарищи, ну в таком случае у вас все впереди. И если вы своей делегацией организуетесь и найдете какое-то интересное для себя мероприятие, туда, собственно, совершите поездку, то вы уже станете субъектами, участниками того самого научного туризма. Но на международном уровне речь, конечно, идет о том, что это выезды в какие-то ведущие действительно мирового масштаба, мирового уровня исследовательские центры, в какие-то с мировым именем университеты. И, конечно, это в том числе выезды на какие-то знаковые мероприятия. Например, вот есть всякие ассоциации, отраслевые ассоциации социологических наук, психологических наук. И если когда-либо какому-нибудь социологу удастся принять участие в международном съезде, в съезде международной ассоциации, собственно, социологических наук, то вот такой уровень уже может считаться международным научным туризмом. И что касается международного уровня, то, конечно, в этом заинтересованы многие, потому как наука интернациональна, и представлять, собственно, свою, например, какую-то свою национальную академию наук, свой какой-то исследовательский центр или университет на международном уровне всегда важно, всегда почетно, потому что иначе продвижение в исследовательской сфере не предвидится без вот этого постоянного выхода на уровень мирового сотрудничества, на уровень хотя бы ознакомления, на уровне взаимодействия такого, может, не постоянного, но хотя бы в рамках мероприятий. Если такого взаимодействия не будет, то многие исследовательские отрасли могут и не двигаться дальше, поэтому научный туризм является, наверное, не только чем-то приятным, как и любой другой вид туризма, чем-то досуговым, но и просто производственной научной необходимостью. Вот. Да, по форумам это может быть также ознакомительный туризм, то есть, например, какого-то искусствоведа водят по катакомбам Рима, и он изучает наследие, которое там оставлено, и вот это вот научно-познавательный туризм, но с профессиональной целью, то есть не из простого любопытства, а из цели в дальнейшем углубления в данный материал. Это самостоятельные научные туры, те, кто предпочитает самостоятельно составлять себе маршруты и поездки, они, конечно, ориентируются на такую форму. И третья форма – это организованные научные экспедиции, то, что я говорила про географов, экологов, археологов, обычно это организуется централизованно какой-то определенной институцией. Вот. Ну, в общем-то, теоретические контуры, очерчивание теоретических контуров с моей стороны подходит к концу, и мы переходим к докладам. Приглашается Алтайский государственный педагогический университет, город Барнаул, заведующая кафедрой наследия и туризма, доктор исторических наук, профессор Труевцева Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, еще раз добрый день. Тема доклада – научный туризм из опыта работы научно-образовательного центра историко-культурное наследие Большого Алтая. Уважаемые коллеги, я очень рада, что такая проблема поставлена и рада встречи со всеми вами. Я так думаю, что тема сейчас это будет подниматься не только в Московском государственном университете, но также и в сибирских регионах. Почему? Потому что научно-популярный туризм включен в программу «Десятилетие науки и технологий» 2022-2031 год, направлен на привлечение талантливой молодежи в науку и популяризации научных исследований. Но я бы хотела поговорить не только о научном туризме как теоретическое направление в туризме, но несколько слов об этом все равно нужно сказать. Вот перед вами на слайде фотография Алексея Федоровича Терешникова. Это именно он впервые ввел в обиход в 1980-е годы этот термин. И предполагалось, что это направление туристической активности в целях обучения, проведения научной работы или повышения квалификации. Однако с тех пор очень многое изменилось. Коллеги, слышно? Видно мою презентацию? А сейчас видите? А, вот все. И сегодня все нормально. Сойдет? Не видите презентацию? Сейчас, одну секунду. Я тут не могу понять. Демонстрация экрана. Я нажала. Нажала на свою презентацию, да? Ну вот, я говорила об Алексееве. Об Алексея Федоровича Терешкине, который первый этот термин вводит в научный оборот и объяснял это направление как активность в целях обучения, проведения научной работы или повышения квалификации. Но с тех пор многое изменилось. И сегодня, вот я посмотрела специально перед тем, как принять участие в вашей конференции, а как сегодня ученые рассматривают. Но нет точного определения, как всегда. Направление это в туризме только развиваться, начинает вот с 80-х годов. Не так много это времени для туризма прошло. Разбираются либо в структуре, что входит. И вот это самообразование и личностное развитие через познание окружающего мира, получение интересного контакта для тревел-блогерства, производства фото-видеоматериалов об уникальных историко-культурных природных объектах, коллекционирование, популяризация научных знаний, проведение научно-образовательных экскурсий, тренинги в целях подготовки молодых специалистов к научным экспедициям. И из всех тех определений, которые я могла найти в научных статьях, я вывела главное, что главный инструмент научного туризма, важный для маркетинга и обучения – это интерпретация научных знаний, то есть понятное и занимательное объяснение феномена, в котором туристу предлагают принять участие. И я хочу сказать, что мы интуитивно на нашей кафедре историко-культурного наследия и туризма пришли к этому же мнению и к необходимости развития научного туризма в Алтайском крае. Почему? Дело в том, что не может быть экскурсии, особенно научно-познавательной просто экскурсии, без представления объектов культурного наследия и представления полной научной информации об этом объекте. Поэтому еще с 2017 года мы стали готовить себя и кафедру, и наших студентов к тому, чтобы давать научные знания и представлять объекты. И разработали базу данных. Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, в которой представлено 4 года, почти 5 лет мы работали над этой красной книгой, в которой представлено 4,5 тысячи. Это чертежи, карты, это фотографии, это архивные документы, это научные статьи, которые мы собирали по крупицам, работая в архивах Москвы, Петербурга, в ведущих библиотеках научных, Томска, Омска, Барнаула. И все это вот представили в оцифрованном виде в нашей красной книге. Начали мы, конечно, сначала с горнозаводского производства, потому что это самая больная тема для нашего Алтайского края, вы хорошо знаете, сереброплавильные заводы буквально исчезают, превращаясь в руины. Поэтому мы включили все сохранившиеся 5 заводов, которые на территории сейчас Алтайского края находятся, и представили, вот вы можете открыть нашу книгу и посмотреть и Барнаульский сереброплавильный завод, большое количество документов, фотографий, Змеевский завод, Локтевский, Павловский, Алейский. Знаете, что очень тяжелое состояние наших объектов, Блоктевский завод уже и найти нельзя, уже и фундамент надо расчищать, только шлаки. Поэтому сегодня наша красная книга – очень посещаемый сайт. Посещения приближаются к одному миллиону. Находится она, вы можете найти, очень спокойно в интернете, «Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края», находящаяся под угрозой исчезновения. Представлена полнотек текстовая электронная библиотека книг и рукописи 18-20 веков. Вот вы видите, все научные статьи имеют полный текст, не нужно ходить в библиотеку, в архив, спокойно дома, можно подготовить любое сообщение, любую экскурсию, на достаточно высоком научном уровне. Вот так мы представляем и архивные документы. Подготовлена монография была в свое время, выставка, с которой мы выступали в школах, в университетах, в епархии была представлена, и работала несколько месяцев наша выставка. И вот для всех, кто хотел бы познакомиться, вы можете этот QR-код открыть, и сразу вы окажетесь на сайте «Красная книга». Мы авторское право свое зарегистрировали, получили авторское право. И поэтому сегодня я с уверенностью могу сказать, что учащиеся многих школ Алтайского края, да почти всех, а также студенты, и даже за пределами нашего Алтайского края пользуются нашей «Красной книгой» и получают необходимую информацию. Туризм это или нет? Да, если этим пользуются экскурсоводы, которые проводят экскурсии. В следующем году, в 2018-м, мы инициировали новый проект «Сохранение культурного наследия православных храмов Алтая» по фонду грантов президента Российской Федерации. У нас уже сформировалась методика, и мы, конечно, в первую очередь привлекаем всех заинтересованных людей в изучении православия и православных храмов. Мы составили библиографический список, 391 описание научных изданий по истории православия на Алтае. На сегодняшний день собранные и оцифрованные документы 5 гигабайт более 1 тысячи единиц. Мы сделали выставку, также с которой посещали школы и провели научную конференцию. И вот в научной конференции мы уже проводили международную конференцию из Казахстана, Монголии, Киргизии. Приезжали коллеги, 36 докладчиков. И что было интересно, что наш опыт оказался очень нужным и значимым в других странах. И коллеги из Монголии вместе с ними, это общество знания, университет Маргат, Академия наук, мы получили грант совместный. Тогда еще РФФИ вместе с Монголией проводили совместную грантовую политику. И мы получили такой грант. И в Монголии, в Арахангайском Аймаке провели изучение. Там еще более тяжелая ситуация. Поэтому, конечно, перспектива работы у нас очень большая. В 2020 году еще один проект «Родники нашей памяти». Это очень интересный проект. Вот вы можете сказать, а что же здесь за наука? А наука здесь заключается в том, что сакральные источники, которых достаточно много на территории Алтайского края, которые популярны у туристов, не только православных, а паломнические туры, и в которых участвуют простые туристы, очень популярные, посещают эти источники. Но проблем вокруг этого очень много. Ни на одном источнике не было опознавательных знаков, QR-кодов, не было показаний химических анализов, можно пить или нельзя. И вот мы вместе с моими аспирантами в 2020 году, это был год пандемии, но мы все равно смогли выехать и провести большую работу. Мы, конечно, начали с того, что в архивах изучили все документы, которые могли. Кстати, это очень непросто. И вот маршрут нашей экспедиции по территории практически всего Алтайского края. Мы начали с Заринского района в Галухе, затем Залесовский район. Вот вы видите Сорочий лог. Проехали через Бист и уехали в Колывань. Два этапа. Вот вы видите 1700 километров на автобусе с нашими аспирантами. Но мы не просто ехали, мы не просто изучали, мы не просто восстанавливали историю. Вот в частности, в желаниях, из которой мы начали, мы нашли уникальные фотографии в 2000-го года, еще раньше нашли документы о существовании этого святого источника. Сегодня он выглядит вот так. Но уже сегодня необходимо было провести важные очень работы. Нужно было расчистить источник, нужно было поухаживать за могилой монахов, которые были зверски замучены белогвардейцами. И вот вы видите, мои аспиранты, взяв в руки инструменты, проводят научную, не только научную, но и практическую деятельность. И они теперь патриоты, трое из них написали выпускные сначала, квалификационные работы, магистрские работы, а сейчас одна моя аспирантка пишет кандидатскую диссертацию по православным сакральным источникам. Тема не только актуальная, но еще и в практической значимости очень важная. Дело в том, что пещерные храмовые комплексы находятся в Галухе, и вот около Александра Невского скита Алтайской духовной миссии. И вот вы видите, эти подземные пещерные храмы уходят под землю, и там на несколько километров высота отдельных помещений до трех, трех с половиной метров. Все это вот находится в таком состоянии, заросшей травой, можно паломникам, которым интересно все знать, хочется туда попасть. Мы все эти расчистили входы в пещерные храмы, установили там QR-коды. Вот еще, пожалуйста, изучили книгу, нашли у Шакова, историю Александра Невского скита и так далее. В Сорочем лагу мы провели тоже значительную работу. По гранту президента мы привезли необходимый строительный материал для того, чтобы благоустроить площадку около источника. Вот вы видите, установили QR-код. Методика, которая сложилась. Методика интересна, мы ее теперь уже применяем не первый год. Это библиографическое описание, археографические исследования, картографические исследования, экспертный опрос, оценка состояния объекта, выявление негативных факторов, антропогенные факторы, паспорт заполняем, аналитические записки, готовим рекомендации в органы охраны наследия и информируем представителей бизнеса, общественности, турфирм об объектах культурного наследия, возможности их использования. Но сегодня уже вот эта наша методика дополняется новым направлением. Это мультимедийная музеификация, о которой я чуть позже скажу. Вот вы видите, в Колыване мы нашли уникальную фотографию начала 20 века, о том, что Змеевский ключ имел вот такую часовенку около ключа. И мы, используя связи наши и очень благодарны, вот если директор Колыванского камнерезного завода Алексей Юрьевич здесь, очень благодарны ему, он помог нам на средства гранта. Вот вы видите, это часовенка, которую мы установили силами общественности на фонду гранта президента, мои студенты непосредственно и общественность села. Провели молебен, владыка здесь была. Теперь это очень... Одна минута. Да, я очень быстро пробегу. Следующий наш проект был еще очень значимый, наука в школу гранта президента. Опять же, это наука, археологи, Алексей Павлович Уманский, которому сто лет исполняется в этом году, Новотроицкие курганы, скифская культура. Мы тоже провели там большую работу, реконструировали объекты, даже театрализованные представления. И сегодня у нас еще более значимый проект. Мы используем все свои знания в городе Змейногорске. Город это город-памятник. Вы знаете, что там и гидротехнические установки, и первая в России железная чугунная дорога. Мы собрали документы, мы заснимаем с дроном сверху объекты, в частности, Змейногорский завод, потому что уже фундамент тяжело найти нам было. Здание, уточняем данные о них и готовим аудиогид с элементами дополненной реальности, интерактивной карты, которые по школам будем распространять, олимпиады и так далее. Вот такая наша работа, которую мы ведем и уже не первый год, и она действительно, я так думаю, что способствует популяризации научного туризма в нашем Алтайском крае. Спасибо. Ольга Николаевна, большое вам спасибо за доклад. И сейчас просьба, опять же, онлайн-участников задавать вопросы в чате, а очных участников поднимать руку и оглашать свой вопрос. Вот я буду передавать его спикеру. Да, Вячеслав Анатольевич. Научного туризма. Спасибо. Ольга Николаевна, Вячеслав Анатольевич из РЭУ имени Плеханова задал вопрос о финансовой составляющей экспедиционной деятельности студентов, организации данной деятельности, то есть это ведь и ночевка, и питание, это все ресурсы достаточно немаленькие. Поделитесь, пожалуйста, вот этой стороной организационного опыта, если возможно, конечно. Да, коллеги, вы вот обратили внимание, что я акцентировала на какие средства. Это мы писали, участвовали в конкурсах фонда грантов президента и несколько раз мы получали поддержку этого фонда. Мы фонды губернатора Алтайского края нас знают, нас поддерживают. Это и фонды Министерства образования, в частности, экспедиции по селам Алтайского края. Иногда софинансирование используем. Мы не сидим на месте, активно участвуем в разных конкурсах. Мы пишем иногда по три заявки в год, но промахи есть, но вот видите, получаем каждый год по одной наши заявки, получают финансовую поддержку и фонд президентских грантов очень хорошо поддерживал. Не знаю, вот мы два года не получали, но по полтора миллиона получали и это было просто удовольствие работать при такой поддержке. Потом, вы же понимаете, да, когда приезжаешь, ты говоришь, что ты работаешь по фонду грантов президента, сразу тебе оказывают поддержку и вообще люди, кстати, хочу сказать, везде помогали, нам техникой помогали, вот в Галухе прямо целые трактора выводили к источнику для того, чтобы чистили. Мы камазами грязь вывозили с источников, например. Поэтому просите и опрячите, так сказать. Но мы просим и получаем, это мы очень рады. Вот сейчас губернатор поддержал очень важное. Спасибо большое, Ольга Николаевна, за пояснение. И теперь с докладом приглашается директор Алтайского государства мемориального музея имени Германа Степановича Титова, Кайгородова Татьяна Дмитриевна. Музей, собственно, находится на родине второго космонавта в селе Полковниково Алтайского края. И тема доклада «Туристическая привлекательность Алтайского государства мемориального музея имени Титова». Пожалуйста, Татьяна Дмитриевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я с удовольствием расскажу о нашем музее, о его становлении, развитии и туристической привлекательности экспозиции нашего музея. Музей Германа Степановича Титова находится на родине второго в мире космонавта в селе Полковниково Косихвинского района Алтайского края. Здесь прошли детские и юношеские годы будущего космонавта. Село Полковниково располагается в 60 километрах от Барнаула и в одном километре от федеральной трассы Новосибирск-Бийск-Ташантан. Музей Германа Степановича Титова включен в туристический маршрут Большое Золотое Кольцо Алтая протяженностью более 2000 километров дороги по самым красивейшим и знаковым местам региона. Основная категория посетителей в летнее время это туристы как из Алтайского края, так и близлежащих регионов направляющиеся на места на отдых вернее в места Горного Алтая. Период учебного года это организованные туристическими фирмами группы алтайских школьников ну и конечно же семьи с детьми из ближайших городов и сел Алтайского края и Новосибирской области. Более 30 тысяч человек ежегодно знакомятся с экспозициями нашего музея. Музей Германа Степановича Титова единственный музей в Алтайском крае экспозиции которого рассказывают об истории развития отечественной космонавтики о легендарном полете второго в мире космонавта 6-7 августа совершившего первый в истории космонавтики многовитковый суточный полет в космос о его жизни деятельности о его семье. За 57-летнюю историю своего существования музей прошел значительный путь становления и развития от небольшого школьного музея до масштабного краевого музея, ставшего в последние годы одной из визитных карточек Алтайского края. Основателем музея стал отец космонавта Степан Павлович Титов. Именно он был первым хранителем уникальных на сегодняшний день музейных реликвий. В октябре 1965 года состоялось официальное открытие школьного музея космонавтики имени Германа Степановича Китова в здании школы семилетки, в которой учился будущий космонавт. Под руководством Степана Павловича школьники Полковникова на уроках труда изготавливали необходимые для музея предметы, витрины, подставки для экспонатов, стеллажи и многое другое. Руками самого учителя отца космонавта выполнены первые экспонаты, такие как лыжи запинашки, бюст Циолковского. Данные предметы и сегодня занимают одно из центральных мест в мемориальной экспозиции. С 90-го года Музей космонавтики имени Титова стал муниципальным учреждением и перешел в подчинение Комитету по культуре Косихинского района. Но особое значение в дальнейшем развитии имело изменение его статуса. В январе 2002 года в целях увековечения памяти уроженца Алтайского края в селе Полковниково создано Государственное учреждение культуры Алтайский государственный мемориальный музей Германа Степановича Титова. Музей приобрел статус Государственного учреждения культуры краевого значения. В 2007 году после визита в музей губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина постановлением администрации региона была утверждена ведомственная целевая программа развития музея на 2008-2010 годы. В процессе реализации программы проведена была масштабная реконструкция и 6 августа 2011 года в день 50-летия полета в космос Германа Степановича состоялось торжественное открытие современного музейного комплекса. Обновленный мемориальный комплекс, включающий реставрированное здание школы Семилетки, в которой учился будущий космонавт и новое здание, в котором расположились экспозиционные залы, фондохранилища, представил к показу посетителям две стационарные экспозиции «Алтай и космос» и «От родниках к звездам», разместившиеся в четырех экспозиционных залах. Знакомясь с экспозициями музея, гости погружаются в исторические события нашей страны. Можно еще вернуться. Особым акцентом прослеживается история 50-х 60-х годов прошлого века, начала космической эры в истории человечества, триумф и победа советской науки. Газеты 61-го года, повествующие о полете Германа Степановича, поздравительные телеграммы от 6-7 августа, адресованные космонавту и его родителям, ярко демонстрируют атмосферу победы советского человека в освоении космического пространства. С большим интересом посетители знакомятся с судьбами ученых, конструкторов, первых покорителей космоса, оставивших свой яркий след в освоении околосолнечного пространства Ротоциалковский, Королев, Гагарин и другие. Музейные коллекции богаты разнообразными сувенирами, подаренными Германа Степановичу после полета, его форма, личные вещи, награды, части космического корабля «Восток», спасательный скафандр «Сокол», гагаринский старт, все это позволяет прикоснуться не только к истории семьи Титовых, но и к истории нашей страны, нашей Родины. В здании бывшей школы рассказывается о детстве Германа Титова и его пути в профессию летчика. Здесь можно увидеть его школьно-письменные принадлежности, документы, детскую гармошку, лыжи-запинашки, сделанные его отцом. Посетители музея имеют уникальную возможность присесть за парту тех лет, поучаствовать в мастер-классах по чистописанию. Также в здании бывшей школы рассказывается об удивительном человеке, заслуженном учителе Российской Федерации, отце-космонавта Степане Павловиче Титови. Он самобытный художник, поэт, музыкант, композитор, эсперантист. Объектами музейного показа оснащается и усадьба музея. Открытая экспозиция включает учебный самолет Л-29, спускаемый аппарат космического корабля Союз ТМА-21, антенная система КАМА-А, которая использовалась в целях измерения текущих навигационных параметров космических объектов, монументально декоративное панно «Голубая моя планета», изготовленное мастерами Колыванского камнерезного завода в 2020 году в технике флорентийской мозаики. Бюст Германа Степановича Титова был открыт в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы». Руководитель проекта Михаил Леонидович Свердюков, автор бюста Салават Александрович Щербаков. После открытия современного музейного комплекса музей приобрел новую жизнь. Значительно возрос интерес посетителей к его экспозициям, но оставалась на тот момент и нерешенная задача. Дом семьи Титова, в котором прошли детские и юношеские годы будущего космонавта, оставался заброшенным. В 1965 году родители космонавта переехали в Москву и Степан Павлович уезжая оставил сохранную записку, адресованную полковниковской школе, в которой говорилось о том, что в доме могут проживать молодые учителя. Долгое время так и было, но в последние годы дом уже не был востребован, поскольку требовал капитального ремонта. В 2017 году правительство Алтайского края поддержало инициативу музея и Министерства культуры ввести объект в состав музейного комплекса. И вскоре 11 сентября 2018 года в день рождения космонавта дом распахнул свои двери для посетителей. Мемориально-бытовая экспозиция воссоздана с помощью семейных фотографий, воспоминаний родственников и односельчан, бывавших в гостях у Титовых. Все детали интерьера с точностью воссоздают быт семьи, картины и фотографии из семейного архива, некоторые вещи. Экспозиция ознакомит с бытом семьи Титовых, с историей их жизни, семейными традициями и увлечениями. Здесь на базе усадьбы, на базе экспозиции мы проводим интерактивные экскурсии для детей, тайны старинных предметов, детские игры Германа Титова. На базе этой экспозиции работает клуб любителей традиционной русской культуры «Прикоснись к истокам», проводятся мастер-классы по рукоделию, работает музейная гостиная, самовар кипит, уходить не велит на усадьбе музея. В 2022 году спустя долгие годы в отчий дом приехала сестра космонавта Зимфира Степановна. После знакомства с экспозицией она оставила запись в книге отзывов. «После долгой-долгой разлуки с моим детством удалось посетить мои родные места, где прошло мое и моего брата Германа детство. Приношу огромную благодарность людям, которые ухаживают и хранят память о моем браке и отце Степане Павловиче. Спасибо и низкий поклон всем, кто ухаживает и содержит усадьбу в полнейшем порядке. Всем благодарна и желаю крепкого здоровья. С уважением Зимфира Степановна». Ну и на этом история развития музея не заканчивается. В 2020 году музею передано здание бывшего ресторана-гостиницы, построенное в 2011 году вместе с реконструкцией нашего музея. После проведенной работы по перепланировке здания, после работы над научной концепцией по построению экспозиции в декабре 2021 года открылся четвертый объект музея Германа Степановича. Это детский музей космонавтики, который включает в себя интерактивную экспозицию от сказки к звездам. Здесь в экспозиции прослеживается путь от интерактивной вращающейся ступы бабы-яги, в которую ребенок может встать и покрутиться, таким образом потренировав свой вестибулярный аппарат, и до создания космических кораблей. В этом музее у нас есть астрономический класс с телескопом, глобусами, учебными пособиями. Работает творческая лаборатория, где мы организовали на постоянной основе уже не первый год у нас работает кружок ракетного моделирования. Мы делаем как простые бумажные модели, так и действующие модели, которые мы запускаем на праздниках, на мероприятиях. Здесь же у нас представлен детский кинозал, где мы демонстрируем фильмы о космосе, выпущенные телестудией Роскосмоса. Детский музей пользуется большой популярностью среди семейных групп с детьми и групп школьников. Девиз детского музея «Учимся, играя». Здесь все можно трогать, здесь можно прыгать, мастерить, играть. Здесь мы проводим детские праздники на самые разные темы. Например, Международный день птиц, Всемирный день ветра, асфальтный вернисаж и многие-многие другие. Таким образом, туристы, приехав в наш музей, имеют большой выбор в зависимости от возраста, интересов, идти на все объекты или же выбрать только один. Последние годы очень популярными в музее становятся событийные мероприятия, направленные на развитие культурно- и научно-познавательного туризма. С 2017 года ежегодно при поддержке правительства Алтайского края и регионального министерства культуры в апреле мы проводим краевой фестиваль космоса «Я Алтай-вселенная». Посвящаем мы его, конечно же, памяти Германа Степановича и за четыре дня фестиваля, например, в 2022 году музей посетило более 1500 человек. В дни фестиваля мы проводим разные конкурсы, подводим итоги краевых конкурсов детского технического творчества, учебно-исследовательских работ. Впервые в этом году мы провели первый региональный форум молодежные чтения, посвященный памяти Германа Степановича, ну и, конечно же, встречи с космонавтами традиционно в эти дни проходят у нас и старты действующих моделей ракет на усадьбе музея. Традиционно также и масштабно мы проводим праздник, посвященный дню полета Германа Степановича. 6-7 августа Герман Степанович осуществил свой полет и вот в текущем году эти мероприятия у нас проходили целую неделю. Проект Космическая неделя ближе к звездам цикл мероприятий направленных на развитие культурно-познавательного туризма стал победителем конкурса грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры и в рамках гранта в музее приобретен мобильный планетарий который позволяет теперь нам проводить такие вот полнокупольные научно-познавательные фильмы о космосе. В рамках недели мы провели соревнования по волейболу на кубок Германа Степановича мы организовали велоквест тропой героя конечно же проходили концерты праздники и финальным таким мероприятием стал астрокемпинг на берегу озера у нас в центре села прекрасное озеро и музей стоит расположен в принципе на берегу озера и вот в рамках астрокемпинга у нас было угощали мы всех едой приготовленной на костре и вечер был под гитару для души и наблюдали за звездами все было очень интересно и участниками стали туристы гости из близлежащих сел и городов очень важным днем для музея является день рождения Германа Степановича Титова в этот день также проходят праздничные мероприятия с участием семьи Титовых космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина военнослужащих космических и ракетных войск большой интерес к родине второго космонавта планеты проявляют современные космонавты так в сентябре 2022 года в музее побывал герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко Земфира Степановна Аверина сестра космонавта спустя более 40 лет в сентябре текущего года приехала на свою малую родину мы очень гордимся таким вот теплым общением с семьей Титовых мы безгранично благодарны Тамаре Васильевне Татьяне Германовне Галине Германовне и Земфире Степановне за помощь в формировании музейного фонда в коллекциях музея на сегодняшний день хранится около 12 тысяч музейных экспонатов с момента основания до сегодняшнего дня Титовы активно способствуют развитию музейного комплекса также члены семьи становятся частыми гостями музея консультантами помощниками и участниками музейных мероприятий с их помощью мы приглашаем в музей гостей важных почетных звездных гостей космонавтов на сегодняшний день мемориальный музейный комплекс включает в себя 4 объекта каждый в отдельности выполняет свою роль несет определенную миссию в результате лаконично дополняя друг друга именно поэтому музей Германа Степановича интересен всем и взрослому поколению детство которого прошло в годы начала пилотируемой космонавтики и для молодежи и для подрастающего поколения поэтому пользуясь случаем приглашаю всех кто еще не был у нас в Алтайском государственном мемориальном музее с радостью всех встретим спасибо Татьяна Дмитриевна за ваше сообщение за то что развернуто рассказали об одном из направлений научного туризма которое в большей степени реализуется в вашем музее это все-таки научно-познавательный туризм но следует отметить также что космические исследования вообще сейчас как направление именно профессиональных научных исследований очень разбивается с заметной скоростью растет интерес к этому и я полагаю что многие гости которые приходят в ваш музей они могли бы также и на постоянной основе если это младшее поколение то оно могло бы даже на постоянной основе вот этим направлением исследований заинтересоваться исходя из ваших мероприятий исходя из астрономической лаборатории о которой было сказано так что спасибо большое за такую разнообразную деятельность связанную со сферой космонавтики и конкретно с именем Германа Степановича Титова коллеги вопросы из аудитории Вячеслав Анатольевич да пожалуйста Добрый день у меня очень интересное сообщение показывающее большую работу которую вы делаете для культуры для региона для туризма а вопрос следующий скажите пожалуйста количество туристов количество сферой космонавтики вам приезжают этот объем достаточно чтобы обеспечить саму окупаемую в вашей деятельности сколько вам хотелось подойти до микрофона достаточно ли вам приезжают посетители да Татьяна Дмитриевна спасибо большое Вячеславу Анатольевичу за вопрос Татьяна Дмитриевна возможно не было слышно Вячеславу Анатольевичу поэтому кратко резюмирую вопрос достаточно ли тех туристов которые приезжают к вам на экскурсии в музей для самоокупаемости музея и вообще то есть достаточно ли эта цифра а если нет то сколько бы вам хотелось бы какие туристические потоки вам хотелось бы видеть у себя в музее спасибо за вопрос конечно же о самоокупаемости говорить не приходится нас очень неплохо поддерживает правительство Алтайского края на содержание выделяя средства субсидии но тем не менее у нас около 30 чуть более 30 тысяч человек в год бывает и учитывая то что в последние годы открылись у нас вот два дополнительных объекта и с учетом количества нашего наших сотрудников то есть мы справляемся вот так очень плотненько с этими посетителями но вообще на самом деле конечно же мы думаем что вот в этот 21 год у нас уже 27 тысяч туристов побывало в музее в 22 году прослеживается такая хорошая активность посещаемость и конечно же мы можем позволить себе на наши доходы делать и выставки передвижные например мы можем также деньги свои доходы тратить на приглашение вот таких вот гостей у нас как минимум два раза в год космонавты приезжают и конечно же вот в общем ну конечно думаю что до 50 тысяч в ближайшие годы мы доведем эту цифру посещений спасибо большое Татьяна Дмитриевна и сегодня у нас уже сразу в двух докладах упоминался Колыванский камнерезный завод имени Ивана Ивановича Ползунова он известен конечно не только нашим алтайским спикерам но и далеко за пределами Алтая еще в начале 19 века на заводе была изготовлена ваза которая я думаю всем здесь присутствующим хорошо знакома сейчас она стоит в Эрмитаже ваза из зелено-волнистой яшмы которую доставили в Санкт-Петербург и она считается и поныне царицей ваз но я думаю все понимают о чем речь это главная ассоциация одна из главных с музеем Эрмитаж Колыванский камнерезный завод уже несколько веков привлекает посетителей специалистов со всего мира просто любителей камнерезного искусства и сегодня директор завода Дорухов Алексей Юрьевич потомственный камнерез чьи предки работали на заводе еще при Демидовых расскажет о промышленном туризме как под виде научного туризма на Колыванском камнерезном заводе как перспективном развивающемся направлении Алексей Юрьевич Добрый день Добрый день слышно Здравствуйте слышно Всем коллегами доброго дня у нас уже на Алтайском на Алтайский день уже вечер хорошая погода нам в этом году исполнилось 220 лет очень такая богатая дата единственное предприятие на старских времен переживший еще Советский Союз мы до сих пор работаем развиваемся большой поток туризма с каждым годом делаешь анализ и смотришь курсиевые посещения какие люди едут отовсюду география спектра расширяется на Колыванском камнерезе очень большая партия приезжает автобусов бывает экскурсоводы наши не справляются то есть поток такой туризма очень особенно детей много приезжает и очень радостно что молодежь стала интересоваться нашей историей нашей очень богатой историей тем более дата была 220 лет на этой площадке на телевидении забывала информация и большой поток туристы также дети посещают предприятия они как бы окунаются в ту ралет пространство того времени потому что цеха еще сохранились с 1982 года мы в этом году их дестабилируем в такой божественный приводит полностью территорию с того дообновения плюс платина гидротехническое сооружение с 1727 года еще с основанием Китиньи Демидова то есть это первая промышленная площадка за Уралом на сибирском регионе родна осталась потому что к сожалению сельного завода в Барновле нет уже технологическое состояние само техническое производство мы до сих пор еще действуем следим за ней работаем в общем всех это очень радостно развлекает и когда они приходят на территорию завода начинают походить с цеха то есть смотрят промышленность само изготовление фориентийской мозаики как рождается очень такой сложный момент от эскиза то есть можно увидеть как художник рисует и до выполнения в таком арт-объекте например мы сейчас интегрировали в современное искусство это мы первые такие локомотивы потому что к сожалению влазами уже весь мир знаменит наш сейчас в прошлом году мы изготовили музей литературы гнили арт-объект сучно это флориентийская мозаика была сделана черенбель с черенбелом стиле очень сложно было подобрать работу сделать потому что с лолитейской мозаикой все-таки принято цветной камень как бы сделали ретро это было очень сложно штанами растяжки все это число художественным языком расскажу сейчас мы в этом буквально неделю назад смонтировали большой арт-объект музей-заповедники с роско там с монолитами с лолитейской мозаики также то есть очень оценили себя на большом высоком уровне что мы очень развиваемся работаем и стремимся дальше жить смотрим на горизонты дальнейшие что еще добавить всю историю колонского камерезного завода очень богатая можно пересказывать много раз практически все мы знаем какой-то такой китанический пласт искусство современного мы используем историческое наша такая часть вот модернизируемся развиваемся большие карьерные мощности туризм стали сейчас турист очень большой туристический поток посещать наши карьерные забои там хорошую дорогу сделали то есть экскурсии стали своим автотранспортом подниматься на карьеры в горы смотрят как производится добыча самых монолитов блоков и видят как этот процесс добыча от монолитов в родственном способе большая техника задействовала потом это все спускается на калландский завод дальнейшее видимо как эти блоки распиливаются туризм очень туристы очень радостно что могут весь спектр обследить от истории то есть у нас есть богатейший музей комедитарного дела на Алтае там можно с самого основания увидеть рисунки тех талантливых детей которые потом учились в академии художествен в академии барона Штиблиц как мои праведы также закончили эту школу рисовальную потом поступили в академию художеств в академию Штиблиц с отличиями заканчивались возвращались на фабрику работали большой такой класс фамильный наш когда начал учать очень богатейший как висе раньше не принято было когда стали изучать дядя все архивные данные подтверждены что оказывается пришли эпидемиды из Томска были казаками воеводами то есть стаидемиды завода были плавно потом интегрировали в камерезное искусство с первого дня открытие фабрики мы участвовали дети участвовали в создании семьяшины лаза список есть кто участвует мы далекие предки большая гордость что участвовали в создании семьяшины лаза находишься в эрмитаже смотришь на это произведение искусства в наших идей так можно сказать наверное произошли сами себя потому что там имеющие возможно так как они что-то делали дико удивляешься трудом с любовью наверное без этого невозможно сделать такой но что кратко сказал я думаю что желательно всем желающим приехать вживую посмотреть как мы живем развиваем работы тем более заводчество преображаем есть большая задача как стал руководителем еще творческой личности что я вижу как для туризма сделать какие-то памятные знаки поставить потому что все говорят что каваланская шлифовальная фабрика мы выпускаем те моменты что на этой первой помышленной площадке был либо какой-то каменный понос сделать спектр творческих мыслей безграничен но уже надо к этому стремиться потому что село нужно преображать и благодаря нашему заводу нашей фабрики большое посещение идет и начинается строиться база рядом потому что туризм приезжает в один день не хотят жить неделю посмотреть потому что в один день весь спектр невозможно села некоторые моменты интересно есть есть даже демидовский ров от крепостной крепости где остался то есть и туризму показать что это еще раз демидовский прием все осталось работы существует также на въезде в Ковылане так как Ковылан Лоскосинский поворот это памятный знак это первые демидовские шапки они до сих пор можно туризму дорожку сделали но памятных знаков к сожалению нет чтобы показать что отсюда все зарождалось это самый первый локомотив ну вот как-то так в общем что мог сказать всем спасибо Алексей Юрьевич спасибо большое за то что рассказали лаконично но очень доходчиво и да конечно присоединяюсь к тому что лучше увидеть воочию хотя бы один раз этот камнерезный завод понаблюдать за произведениями камнерезного искусства и за процессом создания данных произведений искусства ну в общем-то дорогие друзья если вопросы возникли то задавайте если нет то мы пойдем дальше вот но будем помнить о том что нам рассказали о таком на самом деле очень привлекательном и несколько необычном объекте промышленного научного туризма как колыванский камнерезный завод зафиксируем себе это и будем помнить об этом когда будем планировать какие-то свои поездки и так далее да и дальше мы переходим к другому алтайскому музею к другому алтайскому туристическому объекту государственному музею истории литературы и культуры Алтая он же Гмелика который находится в Барнауле и приглашается для сообщения о данном докладе о данном музее извините пожалуйста Коротков Игорь Алексеевич доклад культурно-познавательный туризм как часть научного туризма из опыта работы музея Гмелика Игорь Алексеевич здравствуйте 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 уважаемые коллеги вслед за Алексеем Юрьевичем приветствую вас из солнечной Сибири у нас сегодня в Барнауле плюс 20 градусов а что касается темы нашего сообщения то хочу отметить в самом начале что действительно большую востребованность и актуальность научно-популярный туризм как такое одно из новых туристических направлений получает еще и не надо забывать в свете недавнего поручения президента Российской Федерации о развитии научно-популярного туризма в России 11 февраля 22 года оно было сделано и и с этим эта работа сейчас организируется я хочу сказать что из массы определений которые Ольга Николаевна Троица выдавала научно-популярному туризму мы действительно выделяем для себя из наблюдений за потоками посетителей туристических групп самое важное то что сейчас вот такие вот практически ориентированные группы стали появляться очень часто которые нацелены не только на какое-то досуговое времяпрепровождение пассивное наблюдение за богатейшей природой Алтая за культурными памятниками но и группы которые желают быть вовлеченными в какую-то исследовательскую деятельность познание чтобы действительно самим развиваться лучше и связывать друг с другом какие-то понятия и предметы которые раньше в голове не укладывались как цепь единых событий это очень важно и поэтому в культурной программе такие группы получают конечно наибольшее наверное достижение своей цели я не буду пожалуй сейчас показывать какие-то презентации поскольку все это на нашем сайте есть и представлено и любой желающий может после наших всех докладов посмотреть ознакомиться но хочу сказать что здесь мы говорим скорее не о научных открытиях нашей формы работы а скорее о новом взгляде на то или другое место вот одно из первых направлений в последнее время набирает популярность очень большой экологический период и поскольку музей Дмилька он имеет три филиала я напомню это музей Екатерина Савинова и актрисы Ленинцовки музей Валерия Золотухина и музей поэта Роберта Рождественского в Косетинском районе земляк Герман Степанович Титова то я отдельно остановлюсь на каждом из них по одной форме работы что касается музея Екатерина Савина он находится в живописнейшем месте Алтайского края Яльцовский район и с недавних пор Яльцовский район это уже часть Салаирского национального парка часть Заполедника Центринга это значит что группы приезжающие в Яльцовский район связанные с экологическим воспитанием и просвещением непременно посещают музей и предложена довольно большая программа в Алтайском крае существует такое экологическое движение начни с дома своего краеугольным камнем который является наш краевой экологический центр так вот группы комплектуемые центром они из разных регионов собираются команды приезжающие посещают во-первых заповедник и проводят соответствующую работу в Яльцовском районе они посещают месторождение мрамора там довольно знаменитое месторождение старских времен оно помоложе чем Халыванский завод о котором Алексей Юрьевич говорил но тем не менее Пуштулинский мрамор это очень известный камень по делу что я для примера скажу что в Москве например станция метро Таганская на полном сидел Межалтайском мраморе так вот ребятишки посещают месторождение мрамора мало того что они проводят первичную работу по коллекционированию поделочные камни сувениры и так далее ну и еще получают первоначальные знания по классификации камней их развитию рождению и обработке и так далее посещение конечно музея Савина где предможена программа этнографическая генерго детства Катюша Савина где проходят игры соответствующие эпохи и вообще погружение в быт середины 20 века и кроме того обязательно это экологическая вылазка на берег и чумыш на котором стоит самая лицовка предусматривающая сбор мусора например практически такое блогерство то есть они снимают свои видеорепортажи фотографии изучение краснокнижных растений полевые сборы растений и потом уже на базе собранных растений они сами живут в чайной усадьбе музея и увозят с собой целые пакеты таких лечебных трав которые потом пригодятся зимние вечера вот такой экологический туризм который сопряжен не просто не только с практической работой но и с получением исторических знаний о месте нахождения о взаимосвязи различных сущностных вещей вот это очень такая полезная и по отзывам очень требовала такая популярная довольно программа кроме того для нас может быть немножко неожиданно в последнее время получила развитие такая практика как казалось бы обычная нормальная вещь для мировой искусства пленеры художников я вот сам буквально недавно вернулся из Лимонской долины где провел больше недели с художниками из Москвы Крахноярска и Барнаула так вот классическим пленером художников которые выезжают на напуру и пишут какие-то этюды свои по пейзажам и так далее ландшафтам присоединяются еще и группы школик мы охотно это приветствуем потому что действительно здесь достигается несколько целей ребятишки получают мастер-класс от профессионалов своего дела стоя рядом с ними наблюдая за их работой пытаются писать сами получают профессиональные советы во-вторых конечно же приезжая в какое-либо место мы естественно организуем программу посещения музеев кто уже до них писал каковы эти картины и так далее и так далее то есть дети уже погружаются в мир искусства это целая наука на самом деле чтобы не повторить сказать свое слово в искусстве и поэтому наверное это очень важно в таком стандеме с профессионалами чтобы юные художники начинающие любой может присоединиться потому что организуют в музее лесовых художников пример и любой может присоединиться и кочевать вместе с художниками по лишним точкам вот в этом году у нас прошел большой пример запрещенный предыдущим десятилетиям Николая Александровича Рериха который писал на Алтае как известно очень много работал продуктивно и теперь создается такая большая я надеюсь даже по всей стране картины которые написаны в тех же местах как был Рерих почти сто лет назад и надеюсь что это тоже будут новые шедевры что касается музея Рождественского который находится в Косихе то на базе музея тоже проходят МР почти каждый год суд художников Алтая приезжает писать работы художные и опять же чтобы заманить даже можно сказать художников не в горный Алтай а в степной а Косихинский район это степной Алтай чтобы показать всю красоту и прелесть именно такой равнинной природы здесь тоже не обойтись без помощи музея без экскурсионных программ без какого-то рассказа о прелести без анализа флоры фауны такой вот зоны показа хороших таких точек для рисования которые мы используем уже на работе фотографов здесь тоже любое желающее особенно местное ребятишки школы присоединяются и вот такой же тандем рядом с профессионалами получаются очень замечательные качества кроме того в музее Рождественского любой желающий и особенно группы они могут поучаствовать в литературных играх построенных на анализе стихов Роберта Рождественского и вот постигая науку стихосложения вслед за маститым поэтом некоторые получается сказать даже свое слово используя те же метафоры выражения слова Роберта Ивановича сочинение стихотворения иногда не хуже чем Никитого Малькова еще одно направление в музее Рождественского существование лаборатории видеопоэзии это ежегодное мероприятие которое проходит со своими тренингами мастер-классами приезжают очень хорошие преподаватели в области визуализации искусства в области текстов актерской игры и так далее и посещая вот эти мастер-классы которые нацелены на создание каких-то маленьких видеоклипов на стихе Рождественского кроме того что демонстрируется в интернете еще можно ежедневно посетить занятия что гораздо продуктивнее и полезнее так вот в результате каждый год рождается не один десяток маленьких шедевров видеоклипы на стихе Рождественского и многие занимают даже призовые места на всероссийских соответствующих фестивалях малой формы кино и еще одна форма Роберта Рождественского где каждый год практически приезжают юные журналисты это тоже десант который организует детей со всей Сибири практически приезжают они на несколько дней проходят мастер-классы по прикладным абсолютно дисциплинам медиа технологии редактирования текста веб-дизайн и так далее и задача их создать какой-то в результате практический продукт либо презентацию какого-то экспоната либо картефакту какую-то запись сделать и так далее и мы честно сказать очень охотно и активно пользуемся то что сделали вот эти туристы в области журналистики потому что это часто очень свежий взгляд замыленный на музейных позиций это часто очень новейшие технологии которые еще не дошли может быть до нашего края используются и опять же к взаимной пользе потому что практические дела практическая работа которая заканчивается вот такое посещение музея это наверное самая цель и что касается основного нашего головного музея Книлика который находится в Барнауле то здесь разумеется есть классические формы работы поскольку в музее находятся научные обработанные фонды мирового значения фонд Релиха фонд Петима Катя Шушина фонд писатель Георгий Гребенщиков Археологический фонд очень большой связанный с культурой скифов и это тоже очень интересно и мы кстати иногда по договоренности с нашим Алтайским университетом с ИФАКом отправляем группы детей которые как раз таки нацелены на такое практическое познание окружающего мира еще и присоединиться на день-два к археологическим институтам Алтайского университета к сожалению сам музей это очень бюрократически сложно получить открытый лист на расход и организовать масштабную институту но в содруже с нашими партнерами высших учебных заведений это становится совершенно реальным и дети очень рады побывать побывав в музее и увидев экспозицию связанную с аскетками получив первоначальные сведения и знания они уже выезжают вооруженные научным аппаратом и поведем в практическую институту на день-два где принимают участие уже в раскопках и посмотрят на практике все сведения полученные в музее и кроме того мы часто используем такие группы детей которые заинтересованы в познании собственного даже города Барнаула например есть у нас несколько волонтерских движений в нашем городе Томс Сойерфест и так далее которые нацелены на сохранение архитектуры старинной города Барнаула и вот в этом году мы закончили большой проект который связан с наличниками оконными наличниками конца 19-го начала 20-го века в городе более 100 объектов отсняли завели к артотеку это более 300 у нас видов наличников она была бы невозможна без вот таких волонтеров без таких фото туристов которые мы бросили печень проснились в музей и помогали нам выявлять объекты снимать их в разное время года в любую погоду и потом вместе поучаствовать передав сведения в соответствующие инстанции которые уже займутся реставрацией будущих домов этих наличников на основе уже научных знаний научной базы которую собрал наш музей с помощью вот таких волонтеров конечно же музей практикует и классические экскурсии по городу здание головного музея белика находится на территории усадьбы поэтому исследуется историю усадебной культуры на усадьбе музея действует историка экологическая тропа в которой несколько площадок в том числе литературная площадка колыванская связанная с заводом площадка поскольку у нас есть несколько изделий колыванского завода на нашем музее точнее на усадьбе флора и фауна у нас есть лекарственная горка и прочее поэтому такое комплексное исследование как истории русской традиции русской усадьбы так и до практических опять же сбор лекарственных растений чтение литературных текстов литератур связанных с Алтаем Барновым с этим местом это все в комплексе дает какое-то очень хорошее впечатление познания региона комплексное которое собственно является результатом деятельности этих групп и еще есть еще такие проекты которые может быть не получили пока большого развития но нам представляются перспективными мы один раз уже делали такую экспедицию по местам съемок художественных фильмов игровых на Алтаем это очень интересное дело поехать по Чуйскому тракту и поискать например локации где снимал свои три фильма Василий Макарович Шукшин за эти 60 лет изменился ландшафт изменилась география изменилась течение рек даже изменились насаждения но по очертаниям гор по географическим точкам по уцелевшим сохранившимся архитектурным объектам мы это можем сделать это не так просто но очень азартная и увлекательная вещь мы проводили в два раза и если у нас появятся еще такие желающие группы то мы тоже готовы поехать по Чуйскому тракту с такими туристами которым мы даем просто кадры из фильмов и надо найти эти локации и точки на протяжении крути там где мы двигаемся с небольшими нашими проставками это очень достижение такой комплекс таких целей потому что ребята получают понимание и об изменениях ландшафтов чем они обусловлены географически о технике кино чем обусловлен выбор такой точки натуры таким замечательным режиссером как Шукшин ну и так далее и так далее это очень такая интересная история которой мы надеемся получить свое продолжение ну и хочу сказать отдельно что конечно эта работа по научному туризму его ответвлением точно культурно-познавательный туризм она наверное невозможна без работы только силами одного она конечно возможна только в содружестве с туроператорами на перечении туристического бизнеса и науке которые представляют людей и поэтому нахождение таких точек соприкосновения взаимовыгодных точек нам и видится будущая работа в этом направлении которая как ты уже вначале сказал весьма перспективная это действительно мировой тренд который мы следуем и мы на Алтае тем более что у Алтайского края есть для этого весь потенциал начиная от природных богатств и заканчивая многовековой историей и культурными событиями которые познавать и познавать спасибо большое Игорь Алексеевич большое вам спасибо и мы двигаемся от региональной тематики к тематике более общего характера у нас осталось два доклада и оба они от московских вузов финансовый университет при правительстве Российской Федерации уже несколько лет является партнером проекта Сибири и Дальний Восток территории науки культуры и туризма студенты и преподаватели активно вовлечены в сибирскую тематику и в мероприятия конкретные конференции круглые столы в рамках проекта и сегодня студенты факультета высшей школы управления под руководством Лукичева Константина Евгеньевича доцента кандидата юридических наук подготовили доклад направления развития и государственной поддержки научного туризма в России пожалуйста приглашаются магистрант Кочетова Анна Александровна и Рыбакова Валерия Сергеевна вот они тоже у нас онлайн подключены Анна Александровна Валерия Сергеевна вам слово Добрый день уважаемые коллеги очень рада что мы сейчас находимся на вашей конференции Итак наша тема доклада посвящена научному туризму и основным управлением развития и государственной поддержки в данных реалиях и на сегодняшний момент в первую очередь непосредственно нужно определиться с так сказать теоретической основой то есть тем чем мы оперируем и непосредственно необходимо рассмотреть понятие научного туризма что же это такое в рамках его законодательного закрепления по распоряжению правительства Российской Федерации о стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 1035 года то есть является таким стратегическим документом и как раз в котором закреплено данное понятие как путешествие без извлечения туриста материальной выгоды основной момент без материальной выгоды потому что чтобы в этом не было каких-то своих подводных и целей коммерческих целей в целях сбора научной информации проведения научных исследований и посещения научных мероприятий о направлениях мы на направлениях научного туризма не будем долго останавливаться поскольку уже нашим модераторам мероприятия было озвучено то есть это учебно-практический туризм посещение ведущих каких-либо мировых вузов в рамках научных исследований научных мероприятий и профессионально-научный туризм также мы рассмотрим виды профессионального научного туризма во-первых Это научно-познавательные туристы. В данном виде туристы посещают историко-культурные объекты, природные заповедники, музеи и так далее. Второй вид — это самостоятельные научные туры. Это путешественники отправляются в какие-то трудодоступные места, малоизученные и также просто опасные места для изучения, например, затонувших кораблей или затерянных городов и так далее. И также третий вид — это непосредственная работа в организационной научной экспедиции, то есть участие в полевых испытаниях, в реставрации старинных сооружений и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, научно-популярный туризм — это туризм, направленный на привлечение молодежи для повышения их научной осознанности, также для развития внутреннего туризма в регионах и в целом на решение социальных задач в России и также на региональном уровне. Научно-популярный туризм — это, как я уже сказала, привлечение талантливой молодежи и поддержка этого направления также положительно скажется на развитие сферы услуг в регионе и увеличение занятости местного населения. Следующий слайд, пожалуйста. Далее уже перейдем непосредственно к перспективам развития научного туризма. Да, такие моменты основные мы выделили на слайде, но, например, если говорить о каких-то конкретных, то, например, если говорить о научном туризме как один из специальных видов туризма, он позволяет привлекать энтузиастов к проведению каких-либо как различных фундаментальных, так и прикладных исследований и при этом в различных каких-либо областях науки и техники. И поэтому также значительно расширять границы этих исследований в нашей стране также по всем направлениям. Или также если говорить о, например, социальной функции нашего научного туризма, то это для осознанного такого выбора будущей профессиональной деятельности, и он представляет возможность изменить привычный жизненный уклад и состоявшимся личностям, и также тем, кто готов воплотить в жизнь самые свои какие-то идеи и мечты. Вот, и основные аспекты приведены в данной таблице. Перейдем к непосредственно государственной поддержке. Итак, правительство Российской Федерации разработало план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан 2022 года. Целевое направление является это развитие регионов с объектами научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, тем самым повышать уровень образования в стране не только молодежи, но и в целом путешественников. Также президент наш поручил разработать дорожную карту и, конечно же, указать все мероприятия с источниками финансирования в 2022 году. И мероприятия по развитию научно-популярного туризма разрабатываются также в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Далее мы рассмотрим его подробнее. Следующий слайд, пожалуйста. И вот как раз-таки я затронула вопрос возмещения части затрат. С 18 января 2022 года за две недели от начала работы этой программы около 200 тысяч россиян получили обратно 1 миллиард рублей после покупки таких туров. Также продажи таких туров продлились до 12 апреля. Соответственно, что интересно, возможность реализовать этот тур продлилась далее. То есть в тот момент люди их купили, и, может быть, даже через год они также смогут получить свой кэшбэк. И, конечно же, кэшбэк получает человек, который оплатил тур картой с поддержкой системы МИР. Далее, следующий слайд, пожалуйста. Непосредственно переходим уже к национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», поскольку, если рассматривать с точки зрения государственной поддержки, с управленческой стороны, управленческой деятельности, то нам необходимо рассмотреть этот стратегический инструмент, который реализует нашу социально-экономическую политику. Соответственно, этот национальный проект, он является как социальной функцией как раз нашего научного туризма, который поможет развивать его, и в рамках одной из стратегических инициатив, начавшегося как раз десятилетия науки и технологий. Сейчас как раз формируется этот план мероприятий, и существуют две стратегические инициативы, которые уже сформированы. И первая, она касается научного волонтерства. То есть сейчас наши ученые формулируют технические задания для наших волонтеров, и каждый сможет найти себе место и помочь развитию нашей науки. И вторым направлением, таким большим треком, это как раз является научный туризм, который будет непосредственно развиваться в партнерстве с данным национальным проектом. И научные туры, они станут развитием инициативы, которая появлялась во время Года науки и технологий, который прошел в 2021 году. И тогда специальные туры организовали и для школьников, которые участвуют в конкурсе как большая перемена. И отражены на данном слайде основная, главная задача научного туризма в рамках этих стратегических инициатив. И национальный проект, он непосредственно также отражает то, что предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году и также обеспечения экономического роста нашей страны. И этот национальный проект, он поможет сделать путешествия по России также и удобными, и безопасными, и интересными. И национальный проект, они инициированы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. Далее рассмотрим как раз этот план проведения, как дорожную карту некую, план мероприятий по развитию данного направления. Данный документ, он вышел в июле нынешнего года, 2022 года, и он предусматривает реализацию задачи повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации в рамках инициативы научно-популярного туризма. Такое тоже некие понятие. И целью, которая направлена непосредственно повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки. Также представлены показатели, которые необходимо достичь в период до 2025 года, и отражены основные ответственные исполнители в рамках реализации этой инициативы. Спасибо за внимание. Заклад окончен. Спасибо большое, уважаемые спикеры. И если есть какие-то вопросы нашему студенческому сообществу, то задавайте. Да, пожалуйста. Мария, спасибо большое. Сейчас резюмирую ваш вопрос, чтобы это было слышно. Уважаемые спикеры, вопрос таков. Как вы сами оцениваете перспективы развития данного национального проекта в изменяющихся условиях, в конкретных текущих реалиях, когда люди действительно стали меньше перемещаться из-за финансовых каких-то факторов, из-за общей обстановки и так далее. То есть, насколько данный национальный проект может быть эффективен в текущих условиях? Как раз таки мы приводили пример того, что сейчас реализуется вопрос возврата 20% стоимости, это к вопросу о оплате данных поездок, так как они действительно являются достаточно дорогостоящими. И также в данном национальном проекте, в мероприятиях указаны вопросы развития инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, что, конечно, позволит сократить расходы до того, чтобы, например, добраться до этого места. И в целом повысит привлекательность регионов. Да, и непосредственно если говорить о научном нашем туризме со стороны школьников, в обвлечении их в эту научную деятельность, со стороны студентов, каких-то преподавателей, то здесь может быть какое-то финансирование со стороны также поддержки этих учебных заведений в какой-то степени для того, чтобы какая-то группа научная со стороны студенческого общества могла реализовать свои, как уже говорилось, идеи и внести что-то новое, внести свой вклад в развитие нашей науки. Спасибо большое. Мария, вопрос и интерес удовлетворен? Исчерпывающий ответ передает нам автор вопроса. И мы приглашаем нашего заключительного спикера Вячеслава Анатольевича Лепешкина, кандидата экономических наук, доцента, представителя Российского экономического университета имени Плеханова с докладом «Подготовка кадров для индустрии гостеприимства и туризма. Новые вызовы и новые возможности». Спасибо. Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с учетом разницы во времени. Ну и добрый день присутствующим здесь оффлайн студентам и другим участникам конференции. Тема очень интересная, но я бы хотел рассказать о взгляде на эти проблемы со стороны представителей направления подготовки туризм, гостиничный бизнес. Итак, научный туризм, на мой взгляд, это часть турпродукта. Мы должны создавать конкурентоспособный продукт, мы должны развивать массовый туризм в нашей стране для того, чтобы обеспечивать социально-экономическое развитие благодаря развитию сегментов, секторов этой комплексной сферы деятельности. Можно, пожалуйста, слайд. Ну и поскольку речь идет о Болтайском крае в значительной степени, хотел показать просто некую информацию, чтобы понимать проблему масштабирования. Вот о чем хотелось бы сказать. Вот, пожалуйста, слайд с презентации Федерального агентства по туризму, где выделяются крупные регионы для, собственно, целевого развития, для больших инвестиций в туризм. И вот, посмотрите, регион Алтай, Большой Алтай. И здесь обозначены так называемые туристские магниты, которые должны привлекать, притягивать массового туризма. И, на мой взгляд, замечательные сегодня рассказывали, делали доклады, рассказывали о работе директора музеев, другие сотрудники, связанные с научным туризмом. Это контент. Замечательная работа по формированию качественного контента. Задача туризма, задача индустрии гостеприимства встроить этот контент в турпродукт. И, пожалуйста, слайд еще. И вот, смотрите, стратегия развития туризма, мы знаем, принята. В 2019 году действует национальный проект развития туризма. Вот, посмотрите, пожалуйста. Предусмотрено рост числа внутренних поездок, поездок туристов по стране 65 до 40 миллионов человек в 30-м году. Ну, везде примерно два раза. Чтобы обеспечить обслуживание такого турпотока, надо новые рабочие места создать. Опять же, почти в два раза рабочие места должны быть увеличены до почти 5 миллионов человек. Ну, и вот тут была задача увеличивать экспорт услуг сферы туризма. Вот одна из задач, которая, будем так считать, она по-прежнему стоит перед нами. Пожалуйста, еще один слайд. Ну, вот еще, наверное, про Алтай. Посмотрите, пожалуйста. На территории республики действует особая экономическая зона туристко-рекреационного типа. Еще раз про туризм, еще раз про ресурсы региона, еще раз про территорию региона. И так, необходимо с опорой на туристские ресурсы развивать массовый туризм. И вот о чем сегодня говорили, о исследованиях, о экспедициях и другой работе, очень важной, научной, это формирование качественного контента. Контента, который мы должны встроить в турпродукт. И сегодня тоже прозвучала эта фраза, такое предложение в конце выступления директора Барнаульского музея, что мы должны сотрудничать с турфирмами. С турфирмами для нас это вот некая перспектива, которая позволит решать нам свои проблемы и увеличивать количество посетителей. музея. И пожалуйста, еще раз перевернуть. И вот, собственно, коротко о проблемах, с которыми сталкивается подготовка, наш сегмент такой индустрии туризма, подготовка кадров для индустрии гостеприимства и туризма, того самого массового, про который мы говорим, частью которого является научный туризм. Ну вот, некие штрихи, некие аспекты. Очень коротко. Приостановление деятельности в Российской Федерации международных гостиничных сетей. Что мы можем сказать? Гостиничные цепи, помимо стандартов сервиса, международных стандартов сервиса, еще привносили опыт подготовки кадров. Кадров, вот это первичное звено управленческое, рабочие, так называемые рабочие специальности, рабочие должности, официанты, горничные и так далее. С уходом гостиничных сетей из России вот эта система подготовки кадров на основе международных стандартов уходит. У нас возникает, соответственно, некая ниша пустая, которую необходимо заполнить. Вот этот вызов, который возникает, на который надо ответить. Итак, здесь все карты в руки нашим отечественным гостиничным сетям и гостиницам, которые независимы, не входят в сети. Надо заниматься подготовкой персонала, подготовкой, аттестацией, переподготовкой и так далее. Ну, естественно, что касается менеджеров, что касается среднего звена управления, это уже задача, работа, высших учебных заведений, кафедр в вузах, ну и средних учебных заведений. Следующее сокращение выездного турпотока. Знаем, проблема у нас возникает с турпотоком. Проблема, выезд. С одной стороны, это хорошо для внутреннего туризма. Люди начинают интересоваться альтернативными вариантами проведения, отдыха, проведения отпуска. Вроде бы турпоток за счет этого увеличивается. Но с другой стороны, вот посмотрите, такой аспект, специалисты его отмечали в свое время, что опыт потребительский нашего туриста за границей невольно переносится на нашу страну. Этот турист, который знает, как обслуживают в лучших отелях, как обслуживают в других объектах туриндустрии, он, соответственно, запросы свои адресует нашим внутренним предприятиям. Это некий побудительный мотив, который подстегивал, поджимал, так сказать, спрос со стороны улучшения качества предложения со стороны вот такого спроса потребителей. Ну, опять же, здесь мы должны не забывать про систему сертификации, не забывать про систему стандартизации услуг. Всем этим надо заниматься. Ну, и, опять же, не уходить с рынка полностью. Должна оставаться конкуренция. Туризм – это система конкурентная. Например, мне кажется, очень хорошую выполняет функцию конкурента. Такой вот партнер-соперник, конкурент – это Казахстан. Предлагают альтернативный варианты отдыха, и у наших туристов появляется выбор. И, соответственно, у наших предприятий гостеприимства, туризма тоже появляется некая угроза потери клиентов. А эта угроза стимулирует улучшение качества сервиса в наших отечественных предприятиях. Ну, еще, к сожалению, не вижу все тезисы. Ну, вот такая угроза. Мы знаем, что есть санкционное давление на нашу страну. Принимается пакет санкций, в том числе это касается экспорта из России. А мы с вами знаем, что в значительной степени бюджет у нас формируется за счет продажи углеводородов, зерно и других сырьевых продуктов. Санкции призваны лишить Россию доходов или резко сократить эти доходы. Вопрос, где мы будем компенсировать, за счет чего мы будем эти доходы компенсировать. Итак, за счет расширения внутреннего производства, за счет изменения менталитета нашего бизнеса. Ну, например, как раньше, до 2014 года работал банковский бизнес. Брали кредиты дешевые за границей и с повышенной ставкой предлагали эти кредиты нашим потребителям. Юрлицам, физлицам. Естественно, эта ситуация ненормальная. Банковская система должна перестроиться. Особенно с учетом последних санкций, санкционных вот этих решений мы должны поменять свое отношение к делу, поменять отношение к ведению бизнеса. Это касается, как я говорю, инвестиционных компаний, банковских учреждений. Они должны искать ресурсы для инвестиций внутри страны, работать с деньгами населения. Ну и, например, турфирмы. Как, опять же, раньше турфирмы наши работали. Сотрудничали с иностранными дестинациями, собирали группы туристов, отправляли за рубеж. Все деньги наши туристы увозили в эту дестинацию. Дестинация в виде благодарности, ну где-то 10% комиссионных отдавала нашему туроператору, который отправлял туристов за границу. Опять же, десятилетиями такая ситуация продолжалась. И вот, благодаря санкциям нет худа без добра, да, турфирмы теперь наши вынуждены заниматься внутренним туризмом, созданием турпродукта, разработкой турмаршрутов по нашей стране. И вот, опять же, пожалуйста, турмаршруты разрабатываем с учетом замечательных ресурсов, которые есть на наших территориях, в том числе ресурсы вот Алтайского края, про них сегодня рассказывали, замечательные музеи, замечательные производственные предприятия. Все это мы с вами должны использовать, создавая качественный продукт, а в этот продукт, помимо посещения музеев, помимо посещения производственных предприятий, помимо приобретения сувенирной продукции, комплексный тур, должно быть качественное размещение, должен быть дешевый качественный транспорт, трансфер и так далее. Все это необходимо делать. Необходимо менять, наверное, я бы сказал так, миссию предназначения турбизнеса. Ну и, как мы видим, и других видов бизнеса, ситуация достаточно серьезно, резко меняется. Это, с одной стороны, угрозы, с другой стороны, появляются возможности для развития. Но для этого нужно изменить подход к ведению бизнеса и улучшить качество сервиса. предпринимательская очень серьезная инициатива. Наверное, на этом можно завершить. Там внизу многоточие стоит. А что касается научного туризма, как могу сказать, вопрос не зря задавал, сложности есть в организации научного туризма, потому что отправить детей куда-то в экспедицию, в другой город, в другой регион, это достаточно большие затраты. А вот именно это и есть туризм, турпродукт, тур. Ну, что мы можем сказать, чем сейчас занимаемся с точки зрения развития науки, к сожалению, не научного туризма, но науки, связанной с туризмом. Опять же, смотрите, внешние конкурсы, участвуем, участвуют студенты наши в конференциях, у нас проводится ежегодная студенческая конференция, вот, пожалуйста, сборник, обложка сборника ежегодного, ежегодной конференции, материала конференции, которая у нас на кафедре организуется, кафедра индустрии гостепри... извините, название поменялось, кафедра гостиничного и туристического менеджмента. Стартапы очень активно, проектный метод обучения используется, вот, буквально вчера очередной раз был объявлен конкурс грантов, шаг в науку, студенты знают, что объем этого гранта, сумма гранта 60 тысяч рублей, ну, достаточно хорошие деньги для студентов, занимаемся наукой, имея в виду, что у нас есть вот такая стимулирующая выплата. Есть у нас заказные темы выпускных квалификационных работ, когда предприятие заказывает исследования по интересующей ее теме, ну, опять же, всевозможные конкурсы, здесь вот просто пример, под рукой был материал, понятно, что не единственный конкурс и более свежие есть материалы, но этот пример, конкурс, который проводил Ростуризм, мы прошли в финал конкурса наша команда Рео имени Плеханова, и там мы завоевали приз, первое место в номинации спортивный маршрут, как раз наш маршрут был на базе дальневосточного региона, дальневосточного, потому что меня спрашивали, потому что у нас ребят много из регионов, вот в частности у нас здесь присутствующие молодые люди оффлайн, небольшая группа, вот среди этих ребят двое представляют Алтай, так что диаспора алтайская, прирастает, ну а в заключение хотел сказать, что туризм российский будет прирастать туризмом в Сибири, в том числе в Алтайском крае, желаю всем заинтересованным лицам, да, всем сегментам индустрии туризма, в том числе вот этом сегмент научного научного туризма больших творческих и больших коммерческих успехов. Спасибо за внимание и, наверное, еще один слайд, это вот по поводу интеграции, на мой взгляд, как можно совместить вот эти высокие темы, которые сегодня звучали, да, культура, наука и с платформой коммерческой, как при этом зарабатывать много денег. Ну вот, пожалуйста, цель устойчивого развития туризма, сформулированной на уровне международного сообщества, мы их с вами неизбежно должны будем реализовывать, этим в том числе можно заниматься только занимаясь наукой, научным обоснованием вот этих направлений. Это касается экологии, это касается развития, пространственного развития территорий, ну, много чего касается, социумов касается, культуры, традиций и так далее. Вот здесь, мне кажется, даже, может быть, уйти надо, на мой взгляд, от определения научного туризма и говорить о научном обеспечении устойчивого развития туризма. Вот такое мнение, как можно совместить необходимость развития массового туризма и необходимость развития научного туризма. Это не явления, не противоречащие друг другу, это явления, которые должны дать синергетический эффект, взаимодополняя друг друга. Массовый туризм обеспечит загрузку музеев, музеи качественным продуктом обеспечит качественный тур, который оставит положительные, замечательные впечатления у туристов от посещения данного региона. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Вячеслав Анатольевич, спасибо большое. Очень интересный был тезис про заказные темы выпускных коллекционных работ. Это дает возможности студентам сразу уже в рамках своей учебной деятельности проводить исследования, что называется, не в стол, не просто исходя из каких-то абстрактных интересов, а уже прикладные, которые реально пойдут в дело. Правильно? Так точно. Это очень хорошая практика. Практика хорошая, я думаю, она будет расширяться в силу этих обстоятельств, про которые мы говорили, но она естественно не массовая, это такой эксклюзив. Не все предприятия, конечно, готовы уделять времени, возиться со студентами, доводить, объяснять и так далее, но тем не менее есть такие заинтересованные представители турбизнеса, которые активно сотрудничают с вузами. А про научное обеспечение туризма, в том числе научного, того самого туризма и про совмещение массового и научного в одном пространстве, тоже соглашусь, потому что это тоже такая большая исследовательская область и очень прикладная, то есть она действительно нужна для проработки на каком-то общем уровне поддержки туризма и на уровне конкретных регионов, например, на уровне того же самого Алтайского края, о котором мы сегодня очень много говорили и по своему опыту скажу, как неоднократно бывавший на Алтае человек, что, конечно же, каждый визит в Алтайский край это новые впечатления, новые знания и вы видели, вы слышали сегодня от наших спикеров, насколько в плане познавательного и научно-познавательного туризма данный регион разнообразен. Уважаемые участники, мы благодарим вас за сегодняшнюю конференцию, анонсируем две грядущие конференции, 8 ноября пройдет конференция по рекреациям и медицинскому туризму, 10 ноября конференция по языкам коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, мы ждем вас снова на наших мероприятиях и желаем вам новых практических и научных успехов в вашем деле. Спасибо большое. Всем хорошего дня и Алтайскому краю хорошего вечера. Всего доброго. субтитра. Субтитра.